Счастье — понятие растяжимое, — говорят взрослые. А еще они говорят, все, что не делается, все к лучшему. У меня есть одна история. С одной стороны, грустная, а с другой стороны, счастливая. Послушайте историю одной матери. Мать сидела у колыбеля своего ребенка. Как она горевала, как боялась, что он умрет. Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо. А по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал. И сердце матери сжималось еще больнее при взгляде на малютку. Вдруг в дверь постучали. И вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадины попоны. Попона ведь греет. А ему того и надо было, стояла холодная зима. На дворе было все покрыто снегом и льдом, а ветер так и хлистал лицо. Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку. «Ведь я не лишусь его, не правда ли?» — сказала она. «Господь не отнимет его у меня». Старик, это была сама смерть, как-то странно кивнул головою. Кивок этот мог означать «и да, и нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам. Скоро голова ее отяжелела. Бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи. Она забылась сном, но всего лишь на минуту. Тут она опять встрепенулась и задрожала от холода. «Что это?» — воскликнула она, озираясь вокруг. Старик исчез, а с ним и дитя. Старик унес его. В углу глухо шипели старые часы. Тяжелая свинцовая гиря дошла до полу. Бум! И часы остановились. Бедная мать выбежала из дома, громко призывая своего ребенка. На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии. Она сказала матери. «Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась твоей малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает того, что раз взяла». «Скажи мне только, какой дорогой она пошла!» — сказала мать. «Только укажи мне путь, и я найду ее!» «Я знаю, куда она пошла, но не скажу. «Пока ты не споешь мне всех песенок, которые напевала своему малютке», — сказала женщина в черном. «Я очень люблю их, я уже слышала их не раз, я ведь ночь, и видела, как ты плакала, напевая их. Я спою тебе их все, все!» — отвечала мать. «Но не задерживай меня теперь! Мне надо догнать смерть, найти моего ребенка!» Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спета песен, еще больше пролито слез. И вот ночь промолвила. «Ступай направо, прямо в темный еловый лес, туда направилась смерть с твоим ребенком!» Полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине audiobook.us «Медлайнер», «Медлайнер»